Всем привет! Февраль 2016 года. 36 выпуск подкаста LinkMeUp, а это означает, что мы рассказываем вам о телекоме уже ровно 3 года. Спасибо, что вы с нами. Ежемесячно для вас устраивают посиделки Наташа Пуртова, любимая всеми рубрика новостей. Макс Глюк, бессменная опора проекта LinkMeUp с самого его начала. Саша Фатин, давний друг и недавний член команды. Я же им всем не даю разбежаться и нахожу пищу для обсуждений каждый месяц. Марат Семгатулин. Ребята, всем привет. Всем спасибо за то, что вы полны энтузиазма, безвозмездно дарить несколько часов каждый месяц на это. К нас откололись Рома Горги и Елена Маслова. А в гостях из сегодняшнего выпуска Антон Литвинов, начальник техподдержки крупной ритейлинговой сети в России. Привет, Антон. Добрый день, коллеги. Тема вроде как очень большая и популярная, но у нас в подкасте впервые Enterprise. И вначале мы бы хотели подвести итог первого финансового месяца на Патреоне. Саша? Ну, технически на самом деле второго. Просто первый месяц у нас получился несколько скомканным и неполным. Поэтому, да, это был январь. Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает. Еще в этом месяце выяснилась очень интересная вещь. От нескольких людей к нам не смогли прийти платежи. И тут очень хочется сказать отдельное спасибо нашему постоянному слушателю. К сожалению, я, естественно, именно в этот момент потерял его имя специально выписывал. Но человек заморочился, человек выяснил, почему же он не может отдать свои честно заработанные деньги в нашу пользу. И выяснилось, что Патреон в связке с Пейпалом очень не любит работать с нашими неимбассированными картами. То есть, если кто не знает, что такое неимбассированная карта, это та, на которой циферки и буковки не выдавлены, а просто напечатаны. Так что знайте, что если вдруг что, это во всем виноват наш проклятый, как оказалось, основной звербанк. И вот тут, на самом деле, очень рвется Марат. Он хотел что-то отдельное сказать нескольким людям, поддержавшим нас. У тебя не изменились планы, Марат? Ну, нет. У нас есть два особенно выделившихся человека, которых я хочу поблагодарить лично. Павел Бельский. Спасибо вам за самый крупный вклад в копилку проекта. Надеюсь, что ваша зарплата в долларах, потому что иначе, учитывая динамику курса рубля, это путь к банкротству. Серж, also known as a grey joshik. Так он был подписан. Испытав на себе проблемы, описанные Сашей, он прошел все круги препятствий Пейпэл и банков и написал глубоко душевное письмо. Скажу честно, улыбка не сходила с моего лица, пока я читал фото-детектив. Серж, если вы до сих пор находитесь в неведении, то будьте спокойны, ваш платеж дошел. Вот. И есть еще персональные спасибо от нашей Наташи. Да, и я хочу выразить отдельную благодарность людям, которые особенно поддержали нас в этом месяце. спасибо Тимуру Куракину, спасибо Сергею Шкребцову и спасибо Артему Жуку. Мы ценим ваш вклад и, конечно же, никогда не забудем. Кроме того, у меня еще остались Дмитрий Патов, Дмитрий Дубовцев и человек с ником Сатандых. Я не знаю, как это читается, может быть, это имя. Спасибо большое. Тоже отметились у нас в Патреоне. Спасибо, что поддерживаете. Знаете, что эти деньги пойдут на благое дело. Ну и последнее, перед рубрикой новостей, пару слов о проекте CCI за год. Друзья, спасибо за ваш интерес. На данный момент пришло уже 335 эссе. Мы их все прочитали и утвердились во мнении, что это была хорошая идея. Последний вопрос, что вы сделаете с сертификатом в случае победы, это тоже успех. Ответы встречались очень креативные и веселые. Спасибо. Впереди еще чуть больше полмесяца, в течение которых мы продолжаем принимать заявки. 17 марта для всех, кто ввел личные данные и прислал эссе, будет открыт технический тест. Отбор в основную группу будет проходить по совокупной оценке эссе и результатов теста, чтобы вы не думали, что либо мы смотрим только на тесты, кто лучше сдал первые 30 человек, либо на только эссе. Оценка будет достаточно объективной. Нам важно знать не только, что вы уже там без пяти минут CCI, но и вашу мотивацию участвовать в проекте в течение года. И тут же сразу скажу, чтобы потом не было неоправданных ожиданий, потому что судя по эссе, этих ожиданий очень много. Мы никого не будем мучить. Не будет никаких ежедневных и еженедельных вебинаров, разборов всяких технологий, всех технологий и протоколов, и статей тоже не будет, как было, как есть и будет в цикле СДСМ. Всю информацию вы ищите самостоятельно. Мы только с некоторой периодичностью будем проводить вебинары, но это никак не полноценное обучение. Хотелось бы, чтобы вы это понимали. В мартовском выпуске мы еще раз вернемся к теме CCI за год, а теперь новости. Да, и первая на сегодня новость о том, что с 22 по 25 февраля, то есть уже совсем скоро, в мировой столице мобильных технологий, городе Барселона, состоится крупнейшая в мире выставка мобильных технологий и решений Mobile World Congress. Более двух тысяч компаний предоставят свои новейшие разработки в сфере смартфонов, умных гаджетов и домов, приложений для бизнеса, телекома, медиа. Параллельно с выставкой будет проходить конгресс представителей IT-сектора, мобильных операторов, производителей мобильного контента и владельцев профильных компаний. То есть соберется просто невиданное количество людей и будут обсуждать всевозможные темы на конференциях, в том числе это будут приложения, интернет-вещей, 5G, безопасность в сети. Из наиболее интересных нам разделов хотелось бы выделить интернет-вещей, проект «Подключенный город» и, пожалуй, облачные вычисления в мобильной среде. Считается, причем, что самым обсуждаемым будет то, что нельзя купить или продать. Ну-ка, дайте, что бы это могло быть. В общем, это, не буду вас долго мучить, нелицензируемый спектр частот. Ожидается, что это будет самой горячей темой для обсуждения, потому что возможности его использования широко исследуются, наверное, почти во всех крупных компаниях и странах, потому что многие компании сталкиваются с проблемой недоступности частот и какой-то ограниченности в связи с этим. Поэтому нелицензируемый спектр частот сейчас активно используется и в 5G, и в других новейших разработках. Кстати, если кто-то еще надумает, я посмотрела, что у них на сайте до сих пор активна страница, где можно подать предварительную заявку на участие. С вами свяжутся сотрудники выставки для обсуждения возможностей и цены вашего участия на выставке. Так что, если у кого есть желание, срочно-срочно. И виза, конечно, в Испанию. И сколько это удовольствие стоит? Сколько стоит сказать? Я вот так затрудняюсь. Да, 3 дня там получается даже 3,5. То есть с 22 по 24 будет полный день, и 25 там полдня только. Ну, при цене нынешней на евро, я думаю, это будет стоить столько денег, что кроме как компания сам себе вряд ли кто-то сможет позволить съездить так отдохнуть. Только сам себе там, наверное, делать-то особо нечего. Слушайте, а вот нелицензируемые частоты, это те в том числе, которые военные используют, или это те, которые вообще еще как бы никто туда не влезет? Это те, которые скорее вот Wi-Fi и все такое. Это те, в которых не нужно получать лицензию на вещание. Те, которые все-таки официальные. Да. Ну да, конечно. Вообще речь идет о том, что 5G может использовать даже выше 6G, в смысле 6 ГГц. Да, я нашла цены, если вам еще интересно, стоимость посещения выставки и конгресса составляет от 749 евро до 4999 евро. То есть 5000 евро за 3 дня, и ты в Барселоне. Видимо, там, где 4000, это еще с фуршетиком и банкетиком. Ну тут, да, длинный список возможностей. С периферансами и профорсетками, ну понятно. А без них смысла не хотят ли? Спасибо вам. Да. Ну давайте дальше. Интересно побывать на такой выставке. Ну у нас есть связь с Экспо.ком в Москве. Ну да. Это, конечно, не WMC, но все равно. А у нас же кто-то ходил, да, на связь с Экспо.ком? Я помню. В прошлом году ходил Миша Соколов, но он как-то так особо не отчитался об этом. Да, да, да. Ну, кстати, еще одной темой в Барселоне будет NFV и SDN. Про них не стоит забывать. Теперь уже точно. У нас, кстати, в Самару проехал хуавейский грузовик с SDN оборудованием нашим. Будут какие-то тесты показывать. Они таки доехали по русским дорогам до Самара. А в том году они проехали по всей России до Владивостока. Да, они будут в Новосибирске, я знаю. Вот так вот, ваш грузовик, а ты еще не там. Плохо работаешь. У нас еще морские кабели прокладывают, я тоже не там. Ты хочешь Марата отправить либо в Сибирь, либо на дно морское? Отлично. Подождите, он же вроде сказал про Самару. Хитрый план такой, хитрый. Тихий план захвата власти в подкасте, да? Да, да, да. Смотрите, и все это прямо в прямом эфире. Кстати, вы слышали когда-нибудь, как прокладывается кабель не по дну океана, а по дну болота? А там есть люди, которые выжили и могут об этом рассказать? Ну, я вот как раз недавно слышала рассказ об этом. Кстати, очень похоже, в принципе, на прокладку по дну океана. Точно так же роется траншея, точно так же кладется в нее кабель. Ну, единственное, что все это в болоте. А как они доступ туда получают? Ну, то есть, болото же... У них есть болотоход. Окей. А как они роют траншею? Болото же не до центра земли. Все равно, когда ты отрыл какой-то кусок грунта, у тебя все равно появляется твердая земля. Просто рыть надо дольше и быстрее, чтобы у тебя засыпаться. Быстрее, потому что все сойдется же обратно. Там же такая субстанция-то достаточно сложная в этом плане. Ну, как? Не 3-то джека, а 15. Не, ну, подождите. А в болоте вообще грыть-то надо? То есть, он там положил и само утонет? Ну, вот я тоже думаю, что уж скорее это как-то так делается. Нет. Там же достаточно много живности, которая может цинично сажать там потом. Поэтому я думаю, что просто положить не получится. Тем более, вы не забывайте, это Россия. У нас отовсюду доставят, если нехорошо не припрятать. Не, ну, понятно. Там кабель-то тоже как бы непростой. У него там и броня, там и все дела. И вряд ли кто-то из зверей позарится. В общем, на кевлар. А в океане просто кладут? Ты знаешь, ты не поверишь, насколько хорошо мыши жрут в бронированные кабели. Они просто их отлажают. Прям вот, как бы, кевларовые все эти дела, прям вот как оптику обычно. Прямо вот прогрызают насквозь вообще. Что им там интересно-то? Что им там интересно-то? Еда, не знаю, может запах привлекает. Но факт в том, что они прогрызают броню, все. Я не знаю, сколько мышей на это уходит. Но факт в том, что реально я видел у нас на производстве кабель, который там нормальный, в земле проложенный, бронированный. А его просто сгрызли. Просто насквозь прогрызли. Это, я помню... Да, мыши жрут, подтверждаю. И ворота клюют. То ли на It Happens, то ли на Basha была такая история. Чувак, значит, прокладывал там какой-то кабель. То ли, ну, как обычно, там за потолком, то ли чего-то. И, значит, присел пообедать. И как бы и дальше. А потом выяснил, короче, ну, стала пропадать связь. И он как бы стал... Это же я прокладывал. Начал в это самое смотреть. И увидел, что кабель обгрызен. Ну, то есть вплоть до вообще совсем перегрызен полностью. И он начинает вспоминать, что именно за это место, вот именно на этом месте он присел пообедать. И потом кабель прокладывал уже жирными руками там в каком-то этом... Там чебуреке или чего-то. И просто крысы там эти мыши изгрызли просто эту изоляцию из-за того, что на ней был там какой-то вот жир там. И вкусно было, пахло, видимо. Поехали дальше. Давайте дальше. Дальше у нас тоже очень интересный проект. Построен город под названием Сонгду. Я не знаю, может быть, на самом деле он считается немножко по-другому. Но я вижу это так. Он находится в Южной Корее. И это умный город. Это проект, который настроен именно на развитие технологий, на изучение их поведения в городской среде. Там очень продуман городской дизайн. То есть везде, во-первых, растут растения. То есть очень все экологично, очень все красиво, аккуратно. Но при этом это очень технологичный город, который призван быть удобным, в первую очередь, для жизни горожан. Там есть инновационный центр ЦИСКО, который сотрудничает с университетами, стартапами и другими разработчиками для создания более лучших решений и развития интернета вещей, в первую очередь. Там также есть интересный проект. Это живая лаборатория, называемая IoT Cube. Это такое средоточие городской жизни, в которой собирается информация о инфраструктуре городской. То есть там и транспорт, и всевозможные датчики, которые собирают информацию по всему городу, обрабатываются. Ну и, в общем, еще много интересной информации проходит через этот период. То есть люди делают все, чтобы Терминатор стал просто документальным фильмом. Молодцы! Ну и еще все фильмы про хакеров, когда они переключают светофоры, и там отключают свет во всем квартале нажатием кнопочки и введением пароля. Ну, кстати, я вот по статье поладил с описанием этого города, и там, во всяком случае, в описании какого-то нету там великого умности. То есть, да, там на улице датчики, там еще что-то где-то, но вот, не знаю, Терминаторы по улицам не ходят. То есть, что начинаешь сразу ожидать от такого города, то есть, не знаю, там, может быть, какие-то транспорт городской, полностью автоматически, который в пробках не стоит, еще что-то. Вот ничего такого там близко нету. То есть, просто инфраструктура, которая управляется автоматически. Ну, имею в виду обычная, привычная нам инфраструктура и глубоко интригированный и проклятый интернет вещей, которого все так ждут, там его реализовали. Ну, так Терилис 1.0, там 2.0, 3.0, так они и появятся. Ну, да. Хотя, на самом деле, вот я, как бы, как тоже простой житель, ну, шарик, я, на самом деле, с большим удовольствием бывал бы в таком городе, во-вторых, часть бы вещей потырил бы к себе. Я, например, дан мой, там, потому что и кушаешь, смотришь, и это просто замечательно. Когда ходишь по дому, он за тобой, свет включается, выключается, там, температуру поддерживает. То есть, в общем-то, ничего такого сверхнеожиданного и сверхнового, но когда все это собирают в единое, получается такая магия. Ну, слушайте, температуру поддерживать можно уже, как бы, сейчас, вот, пойдя в ближайший магазин сантехники, купив клапан на батарею, да, датчики движения на лампы, как бы, это тоже не хай-тек, который прячут от людей. То есть, где, где вот эта вот именно великая уникальность, великий ум в этом городе? Я вот для себя не нашел. Нет, сами по себе это, то есть, сама концепция умного дома, да, то есть, если мы уж, как бы, уж совсем, как бы, об этом. Это именно связать все эти датчики и клапана, выключатели, все, как бы, в одну систему. То есть, которая работает, там, по, ну, как бы, по неким, там, алгоритмам или по программам, которые ты сам задаешь. То есть, экономит, там, отопление, пока тебя нет дома. То есть, она знает, что ты придешь, там, через час. Она, там, за час включает, не знаю, теплый пол в ванной, там, и все прочее. Это все здорово. Здесь-то разговор идет о целом городе. То есть, бенефиты от города, они забыли объяснить. С домом все понятно. Вот город, когда это до масштаба города доходит, где хорошо становится? Я думаю, что это очень становится хорошо в качестве пробок, в качестве общественного транспорта, в качестве сбора статистики. Там, что-то такое, скорее всего. Ну, вот, да. Я, в первую очередь, насчет пробок, да, думаю, что это будет хорошо. Ну, вот, что-то про это и не написали. Я недавно читал про классное применение Internet of Things. Короче, какой-то американский пастух повесил их, это специальные датчики на своих коров, чтобы отслеживать, чтобы они с Лизином далеко не отходили от стада. Вот это хорошо. Вот тут сразу виден профит, да. Сразу все... А, там еще фишка, короче. Все это привязано к квадрокоптеру, который летает над ними, снимает и тоже через, типа, как бы, ну, вот эту вот концепцию Internet of Things, ну, в нее укладывается, передает эти данные на центральный компьютер, который позволяет им отслеживать. Ну, это вообще красота. То есть функция пастуха просто сидеть в кресле, смотреть на монитор, как там коровки бегают. Да, это все было у Стругацких. Наташа, продолжай. Ну, в общем-то, я хотела еще сказать про одну новость, ну, она такая, новость не новость, просто дополнение к прошлому выпуску. Я вам рассказывала, что мобильная тройка, они отказались от того, чтобы лицензию СМИ иметь, но она им была нужна для того, чтобы оповещать своих клиентов об изменениях в тарифах, ну, и вообще в оказании услуг. Так вот, правительство наше внесло поправку, и теперь для того, чтобы извещать своих клиентов, не нужно иметь лицензию СМИ. Так, а там, по-моему, уже она, ну, определяется количеством посетителей в день, что ли, на сайте именно. Как-то это странно. Ну, в смысле они... То есть у тебя лицензия СМИ должна быть, если ты СМИ, то у тебя должна быть лицензия СМИ. И у мобильных операторов было условие, что они именно в СМИ должны были выкладывать свою информацию. А так как теперь они не могут обладать лицензией СМИ, они сначала попытались договориться с какими-то официальными СМИ, чтобы выкладывать там информацию об изменениях. Но правительство пошло им навстречу, и просто-напросто разрешило выкладывать информацию на своем сайте, несмотря на то, что они не являются официальными СМИ. Я даже не знаю, как это комментировать. Там можно никак. Просто что-то решает. Ну, теперь будет видно, какой оператор честный, какой нет, потому что кто-то, возможно, начнет опять изменять тарифы, втихаря никому про это не сказав. Кто-то по чесноку будет продолжать СМС кислать. Ну, на этом, я так понимаю, новости у нас закончились. Да, всем спасибо за активное участие. И мы можем переходить к главной теме подкаста, к Enterprise. Антон, мне как человеку всю жизнь проработавшему в телекомах, очень интересно послушать еще одно мнение насчет Enterprise. Развернем очередной холивар. В комментариях к анонсу уже отметились обе стороны. Расскажи, что по ту сторону торговых рядов. Интересно ли там, есть ли оттуда выход? Коллеги, ну, давайте начнем немножко сначала. Опять же, представлюсь. Зовут меня Антон Литвинов. Я работаю в ритейле. Немножечко о себе. Мне уже 33 года. К IT имею тяготение с самого младшего возраста. Мне в 10 лет подарили компьютер родители. Ну, вот как-то с тех пор недалеко от IT и занимаюсь. Начинался никейство. Как большинство современных админов. Где-то что-то подкрутить. Какая-то мышка. Кому-то клавиатуру почистить. Потом начал разбирать компы. Потом заниматься операционками. Ну, и так потихонечку, полигонечку все и вышло. Не имею высшего... Господи, как раз высшее техническое образование есть, но у меня нет профильного образования. И я вам хочу сказать, что отсутствие профильного образования не сильно мою жизнь отягощает. Но могу сказать точно, что наличие высшего технического образования в мою жизнь периодически очень сильно усовершенствует. Помню, был случай, когда мы вчетвером приехали ставить серию в стойку, как сейчас помню, господи, микросистем. И там были какие-то совершенно невообразимые салазки. Ну, три человека с высшим айтишным образованием. Минут двадцать на них смотрели. Я как раз за кофе вышел. Ходили туда-сюда. Я пришел своим банальным образованием инженера-вагонника. Посмотрел, понял, где у них чего клинит. И через пять минут мы поставили стойку в сервер, в стойку. Так что знание наше все. Скажи, что ты взял болгарку. Нет, там его просто клинило в одном моменте. Я в нужное место чуть-чуть ударил и все заработал. Ну, я не знаю. Мне кажется, это вряд ли зависит от образования. Это вот какая-то инженерная жилка, которая даже не имея вообще никакого технического образования, у тебя она или есть, или нет. Ну, то есть тут, я не знаю, родители, может, влияют. Или как-то интересы. Или компьютер в десять лет. Да, ну, компьютер в десять лет. Не знаю даже. У всех по-разному. Кто-то это в итоге заканчивает какими-нибудь играми онлайновыми и все на этом. Кто-то и нет. Просто ситуация-то знакомая, да. Мне кажется, это прям, не знаю, призвание. Может быть, громко, но тем не менее. По моим наблюдениям, вот люди, которые вышли из таких... Это клеймо. Да, или клеймо, да. Слушай, ну вот по моим наблюдениям, что это клеймо, оно, знаешь, свойственно людям, которые вышли из таких вот кондовых советских инженерных вузов. То есть не из новомодных каких-то там вот. Академия, еще черное чего. Ну да, у меня суровый такой советский вуз. Ну вот. Который, слава богу, вроде еще до сих пор не растерял своего вот этой хардовости. Конечно, там уже не тот хардкор, но все-таки это. Да. Ну да. Ну давайте дальше. Коротко о компании, в которой работаю. У нас пять филиалов, полная виртуализация. Ну, в принципе, я думаю сейчас сказать, что какая-то компания не виртуализирована. Это вызовет скорее буре удивления. Порядка ста серверов, порядка двадцати хостов под виртуализацию. Распределенная система. Ты забыл сказать, чем ты в этой компании занимаешься, собственно. Знаете, мне иногда возникает ощущение, что я как был шестируким Шивой, так и остался. Только задачи этой шестирукой Шивы меняются. Я сейчас являюсь начальником технической поддержки. Но при этом у меня возникает достаточно много так называемых бизнесовых задач. Как-то там где-то сократить расходы, где-то посчитать выгоду, где-то там посидеть с бизнесом, подумать над более правильным построением их бизнес-процессов. То есть, ну, на самом деле я склонен думать, что как только человек начинает думать, да, причем думать не о том, как где, чего украсть, и как там свалить пораньше с работы, а именно там о своем деле, то его все равно начинает привлекать к нетипичным задачам. Да, тут по слайдикам кто видит, сейчас мы там потихонечку переходим на третий, четвертый слайд. Слушай, а давай еще чуть-чуть на предыдущем задержимся. Просто лично люблю эту тему. Вот техподдержка, техподдержки рознь, да. Вот ты какую представляешь? Та, которая занимается исключительно заменой картриджей в бухгалтерии, или все-таки уже технические люди? Нет, у меня в подчинении вся техподдержка, начиная от замены картриджей, заканчивая, собственно говоря, архитектурой IT-инфраструктуры всего предприятия. Хотя, в общем-то, архитектуру в основном я и делал. В этой компании просто очень интересная история. Ну, не то что история, а итог развития. Я занимался и своим бизнесом, и в аутсорсе побегал. И в итоге, там, 4 года назад я понял, что у меня как-то все достало, и я хочу в интерпрайс. У меня был выбор. Либо я ухожу куда-то в интеграторы или в провайдеры. Либо я ищу какого-то крупного, крупный интерпрайс, где я смогу реализоваться. В итоге пришел абсолютно со стороны, никого в компании не знал. Это насчет того, что в хорошую компанию не попадешь без связи. Фигня. Если голова на плечах есть, попадешь. Пришел, устроился сначала сетевым инженером. Занимался сетями. Потом, потихоньку, в связи с тем, что очень не люблю, когда что-то сбоит и что-то работает не так, начал потихонечку людей пыжить на тему того, что нужно бы сделать нормальную архитектуру. Не только сетевую, но и всю, в общем, айтишную. Ну, так, потихонечку, полигонечку и перерос в начальство. На самом деле, как инженер, который ушел в менеджмент, это на самом деле самая такая нетривиальная часть жизни, когда ты понимаешь, что все на самом деле не так. Я объясню почему. Что когда я был простым инженером, жизнь была очень простая. Сеть либо работает, либо нет. Когда ты становишься начальником, у тебя сеть не просто работает, но появляется такой замечательный момент, как а сколько стоит, чтобы она работала? И сколько нужно потратить, чтобы она продолжала качественно работать? А нужно еще потом посчитать, сколько будет стоить, если эта сетка упадет? И стоит ли закупать новое оборудование, или стоят эти простои? Но это все попозже объясним. Расскажу. Поэтому, на самом деле, превращение из инженера в управленца – это процесс для многих болезненный. На самом деле, для меня он был болезненный, я вам честно скажу. Потому что очень сильно надо менять свою психологию, и если ты ее поменяешь, ты начнешь познавать зен о том, что тупые юзвери, они, может быть, конечно, и тупые, но они тупые только в твоей области. А в своей они могут быть вполне себе очень классифицированные люди. И то, что ты от них отбрыкивался, на самом деле, далеко не самая гениальная идея была. Ну, на самом деле, вставлю маленько от себя. То есть, я уже очень давно работаю админом, имею некий опыт. У меня никогда не было установки, что они тупые или что-то, или я ржал. То есть, у меня был начальник в свое время, когда я только пришел. Вот он постоянно над ними как-то так ржал, прикал. Ну, и они его, естественно, не любили, и отношения не складывались. А я нормально обносился, и всем стало от этого лучше. А вот по поводу смены, как это сказать, парадигмы. Вот я, например, до сих пор не могу делегировать ответственность. То есть, делаю или сам, или никто это не делает. Вот, я до сих пор не научился. Вот тут надо вот это вот, надо уметь. Да, мне пришлось достаточно много этому учиться. Ну, хотя, если честно, она до сих пор не очень так. Получается, все равно сидишь там вечерами, что-то делаешь. Да, 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 именно так. Надо бы, по идее, там, телегировать. Вот. Я тут, кстати говоря, когда тут все готовил презентажку, я себе красивый файлик написал, о чем говорить. Но мы, как обычно, в любом разговоре все это идет не так. На самом деле, как для любого айтишника, ну, вообще, как для человека уже отчасти от менеджмента, хочу сказать всем людям, которые нас будут слушать. Ребята, всегда имейте план. А также всегда знайте, что никогда ничего, ни под каким соусом не работает по плану. Это вот закон, причем даже не то, что айти, а просто жизнью. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Если вы сделали план, сделать обязательно план на тот план, как у вас ни черта не сработает по первому плану. Однозначно. План Б. Да, да. План Б, это, на самом деле, как бэкап. Он нужен всегда. Угу. Да. Ну, давайте тогда перейдем все-таки, наверное, к первой части такой релизонского балета. В первой части я хотел бы немножечко рассказать о том, что вообще из себя представляет Enterprise, и от чего, какими скиллами надо обладать для того, чтобы в него попасть. Возьмем, представим себе стандартного инженера, который выпустился из вуза. Вот. У него есть определенный теоретический багаж знаний. Если вуз неплохой, он даже не сильно отстает от современности. Ну, так, где-то 5-7, не больше. Вот. И этот человек попадает в компанию, которая чем-то там что-то, чем-то занимается, производит принципиально. Вот. Для начала всегда обязательно, запомните, всегда есть нюансы. Никогда не надо махать шашкой и говорить о том, что у вас все неправильно сделано. Потому что это неправильно сделано, может быть сделано именно так, потому что это единственный вариант, как это работает. В свое время я очень сильно удивлялся, что когда еще аутсорсингом бегал, там была одна контора. В ней был какой-то дикий скрипт, который бэкапил обыкновенную скулевую базу. Я долго возмущался о том, что есть стандартные средства бэкапа скуля, они бесплатные и т.д. И, в общем, в итоге меня свели с человеком, который его делал. И знаете, что самое интересное оказалось? Программисты, которые делали приложение, работающее с этой базой, его сделали так, что если ты зальешь бэкап сделанного этого, оно просто приложение не заработает. И во время бэкапа этот скрипт правил определенные данные и запихивалось в бэкап. И это был единственный способ, чтобы потом восстановить это данное. Очень такой интересный момент. С тех пор я понял, что для начала надо разобраться в причине, почему так сделано, а потом уже что-то пытаться исправить. Потому что исправлять сразу может выйти сильно Богом. Вот. Вернемся к нашему Петрову и Васечкину, которые выпустились из института. Пока учитесь, обязательно возьмите и подучите программирование. Сейчас ни один адекватный админ, ну, и даже хелпдеск без программирования, без основ программирования в нашем айтишном мире не выживет. Почему? Я думаю, все как бы там следят за развитием компании Microsoft и все видят его совершенно замечательный продукт под названием PowerShell. Я причем как бы сейчас абсолютно не лукавлю. На мой взгляд, это реально очень классный продукт, потому что те интеграции, которые мы на нем пишем у нас в компании, они жизнь очень сильно упрощают. Мне, кстати говоря, по поводу консоли, очень понравилась история из моей жизни. В 2003 или 2004 году ходил я в Ленэкспо на выставку компьютерную, и там было два стенда. Один тогда еще с Мандриевой, по-моему, этот был офис линуксовый, вернее, сборка. Мендрейк, вот. А второй с Майкрософтом. И, собственно говоря, Мендрейк вовсю расхваливал, какой у них замечательный новый визуальный интерфейс, а Майкрософт тогда показывал как раз, какой у них классный PowerShell и как они умеют работать с консолью. Это, кстати говоря, к вопросу о том личном холиваре Линукса и Виндоса. В итоге все равно концепция сливается во что-то более-менее одно. Мир Линукса идет в сторону ГУИ, а мир Виндоса идет потихонечку в сторону командной строки. Ну, тут опять же в сторону как бы ГУИ идет только, ну, всякие десктопные Линуксы, а серверные все так и остаются. Ну, так а я о чем говорю, что, посмотри, серверные десктопы все больше и больше, ой, господи, серверные десктопы, серверные операционки у Майкрософта, у них все больше, больше, больше консолей. То есть... Да, да. Нет, тут я согласен, но Линукс-то так остается на одной, так остается консолью. Давайте так, то, что 30 лет назад придумали в Юниксе, то есть, наконец-то это решило реализовать Майкрософт. Да. Я еще что добавлю, поскольку у нашего гостя вот в презентации написано, что они переходят с VMware на Hyper-V, в Hyper-V жизни без PowerShell нет в принципе. Hyper-V настолько убог в смысле управления по нажиманию кнопочек, то есть, если вы как бы хотите работать с Hyper-V, вообще забудьте. Доставайте самую толстую книжку по PowerShell и учите. Иначе делать вам там нечего. Так, да что далеко ходить. Тот же самый Exchange 2016 и уже 2013 они тоже очень сильно порезали функционал из GUI и в основном ты адекватно можешь управлять почтовым сервером только из-за консоли. Поэтому, ну, в общем, в целом, я думаю, что основная мысль понятна, что без программирования никуда. но, честно скажу, PowerShell одним сыт не будешь. Так что, желательно знать еще какой-нибудь там Python, Perl, PHP. Не обязательно там на уровне, чтобы там закодить в мегапортал, но в случае чего, чтобы там пересобрать какой-то файлик или что-то запустить, это очень сильно жизнь поможет. Один из, ну, это такой приоритет, наверное, второй-третий. Самое важное, что сейчас нужно знать вообще в IT, это знание английского. Вот грешен вообще не знаю. Меня в детстве засунули в спецшколу немецкого. Язык ненавижу. Английский сколько раз пытался учить, так в итоге толком и не получается. Без английского в IT тяжело. Ну, я думаю, что это прописные истины, с которыми все согласятся, люди, которые хоть что-то более-менее толковое поизучали. Вот. Второй момент, который обязательно должен быть у человека, который хочет работать в более-менее крупной компании, это желание получать знания постоянно. IT, это почему мне, например, нравится IT? Это потому, что тут каждый день что-нибудь до нового выходит, что-нибудь надо поизучать. То, что я знал полгода назад, сейчас уже может быть вообще архаичностью, старьем и забытым вообще вещами. Я, честно сказать, нигде не видел такой скорости и динамики развития, как в IT. Может быть, коллеги там меня поправят? Нигде не видел. То есть, везде обычно так все-таки более, меньше динамики, меньше активности. Вот. Что еще? Умение соображать. Это, на самом деле, вещь такая, которая в жизни вообще пригодится, но быстро сообразить и принять решение, это вещь, которая необходима. Очень простой пример. Что-то произошло, тебе нужно выяснить причину. Всегда на тебя давят, всегда приходит какой-то человек, который начинает кричать, что у него срывается многомиллионная сделка, о том, что они сейчас там всем расскажут, что тебя уволят, что в лучшем случае тебя сожгут, в худшем случае сначала на кол поставят, а потом сожгут. Вот. Ну, как бы, да, то есть, люди разные и на простое все реагируют немножко по-разному. Поэтому быстро принимать решения, это одно из таких хороших качеств, которые в себе лучше развивать. Умение правильно говорить в связи с тем, единственный способ коммуникации между людьми это разговор, а люди к вам будут приходить всегда, всегда лучше научиться правильно разговаривать. Причем правильно разговаривать это не в том плане, что там, не бэкать, не мэкать, это тоже правильно, но четко сформулировать свою мысль поможет очень сильно в дальнейшем общении. Уметь играть на бубне, это очень важно, на самом деле без всяких шуток скил, потому что вещи иногда происходят такие, которые никак не объяснишь, кроме как схождением планет, парадом планет, третья луна в восьмом доме. Но это в целом вещи, которые не только к энтерпрайзу относятся, и даже порой не только к сфере IT. Ну, в принципе, да, я согласен, что это достаточно банальные вещи, но и нам их периодически повторяют, но лишний раз я бы считал, что совершенно не лишним будет об этом напомнить, потому что есть товарищи, приходящие с горящими глазами, которые просто реально не понимают, зачем они сюда пришли. Это очень хорошо иллюстрируется, как только ты начинаешь заниматься собеседованиями. Есть четкий список требований к человеку, человек к тебе приходит, и когда ты начинаешь его спрашивать, что он знает, вообще умеет, получается, что он ничего из этого списка вообще даже близко не смотрел, а когда ты спрашиваешь, а зачем ты пришел, он тебя смотрит воловьими глазами и говорит, ну а вдруг возьмете. Ну, я же готов получать знания каждый божий день. Ну, как бы да. Да, обычно легко обучаем, это показатель в резюме. Ну, легко обучаем, что смеяться-то, очень многие как бы начинали с тем, что пытались устроиться куда-то никейщиком, и там уже как бы учились по-честному, по-другому никак зачастую. Студентам надо идти на студенческие должности, не надо лезть как бы без опыта. Макдак. Да, это ребята приходили на инженеров, да, то есть это приходили именно на инженеров, где были требования умения работать с кластерами банальной экшенжи, там, с распределенной структурой АД и прочими вещами, которые вообще даже с трудом понимали, что такое концепция ААА, авторизация, аутентификация и аккаунтинг. Я для них это начинал рассказывать, я понимал, что люди даже близко ничего не слышали про это. Ну, а теперь перейдем немножечко, перейдем на пятый слайд и рассмотрим мою внутреннюю градацию, честно скажу, это вот результат моих каких-то внутренних изысканий, которые абсолютно не подлежат, нельзя рассматривать как истину в последней инстанции. Когда человек хочет попасть в Enterprise и попадает туда, то, естественно, хочется развиваться. Бегать всю жизнь картриджи приносить, я думаю, вряд ли кому интересно. Может быть, кому-то интересно, и значит, человек будет всю жизнь счастлив. Попав в Enterprise, можно пойти по нескольким направлениям. Это Windows Admin, Linux Admin, сетевик, информационная безопасность и человек, который занимается железом. Причем написано сверху вниз по количеству людей, которые, скажем так, по простоте вхождения. Слушай, так ты же себя забыл добавить административную часть. Не, это следующий пункт, это когда человек куда-то попал, он научился, он выучился на админа, администрирование и вообще менеджмент это вообще очень сильно отдельная песня, потому что менеджмент, в IT-менеджмент можно прийти с двух сторон. Либо ты изначально учишься на менеджмент, менеджера, слово затасканное, абсолютно, но, к сожалению, у нас в управленце, давайте называть их управленцами, старое советское слово. Ты либо учишься на управленце, и тогда тебе на самом деле абсолютно все равно, чем управлять. Вот после определенного времени я понял, что мне, если честно, пофигу, что делать. То есть, я могу организовывать установку нового сервера, с тем же успехом я могу организовать банкет, с тем же успехом я могу попробовать организовать взлет самолета. Отличие на самом деле только в нюансах и в уровне ответственности, которые ты на себя берешь. управление процессом и людьми это отдельно там, честно, даже ни одного десятка подкастов, разговоры, я даже не хочу туда сейчас особо влезать, это такая тема. Антон, а вот на твой взгляд, это все-таки твоя внутренняя предрасположенность, потому что ты можешь управлять эффективно, неважно где, или, грубо говоря, любой человек технического склада ума может этим заниматься? На мой взгляд, это может заниматься любой человек технического склада ума, потому что у нас есть предрасположенность к выстраиванию процесса и к его какой-то формализации. Особенно это хорошо получается у айтишников, потому что все айти, в принципе, это вещь, которая заточена на логику. У нас нету такого, как в русском языке, что вот если всего здесь стоит такое слово, то вот такая запятая. Но в этом случае есть десяток исключений. Или там, как в английском языке есть неправильными глаголами. То есть айти, человек, который действительно любит и занимается айти, у него в голове потихонечку формируется склад личности, ну, наверное, да, склад подхода к жизни, как постоянное упорядочивание и оптимизация. Ну, может быть, это, конечно, мой личный такой подход, но, как показывает практика, это лучший вариант. Это отвечая на твой вопрос по поводу складов характера и прочее. Вот. Теперь, после того, как мы поговорили о том, кем можно быть, давайте пройдемся по всем отдельно. Слайд шестой. Windows админ. Как правило, с этого начинают большинство инженеров. Если кто-то мне скажет, что Windows очень легкий, а Linux очень сложный, я над ним уже только посмеюсь. Причем внутренне, причем очень негромко, потому что человек, значит, не пытался изучить ни одного, ни второго. Microsoft сделал очень хорошую систему. с этим, я думаю, в последнее время мало кто поспорит, потому что все вот эти ялыки о том, что Windows падает, на Windows куча вирусов и прочее, они остались где-то там в 2005, 2007, начиная с 2003 сервака, по большому счету, можно уже сказать, что Microsoft весьма и весьма стабильная операционная система. Я думаю, что вы же меня поддержите, правда? Однозначно. Однозначно. Ну вот. Но она стала намного лучше, чем была, это факт. Да. А начиная с 2012, это сделали вообще конфетку, на мой взгляд. То есть, именно, что очень стабильную, надежную операционку, которую, на мой взгляд, можно со спокойной душой по надежности поставить с тем же самым Unix-like системами. С тем же самым FreeBSD или соляркой. Единственное, почему на самом деле считается, что у Майкрософта гораздо легче вхождение, ровно потому, что очень много вещей они делают мастером из коробки. Причем, самое, что интересно, вот самое, что веселое, эти вещи, они работают, причем работают весьма неплохо и даже на больших объемах. Я в свое время был против этой концепции. Я не очень любил как раз Майкрософт за то, что ты Next, Next, Next нажал и у тебя все работает и больше ничего не делаешь. Тоже по малолетству считал, что Майкрософт это фу-фу-фу. Любой так может. Да, но на самом деле вот как только я там начал сталкиваться с более глубокими проблемами Майкрософта, я понял, что там Next, Next, Next это такая вершина айсберга, что даже ну не далеко, чего далеко ходить. Вот многие, я думаю, что ставили домен Майкрософта с их Active Directory. Ну, что его поставить там? 10 минут все есть домен. Но как только у тебя начинается такая веселая вещь, как репликации домена, как ты начинаешь какие-то тонкости в нем изучать. Я вот, например, понимаю, что ребята создали очень хорошую систему, которая работает даже если полголовы отстрелить у этого, и он как зомби все равно будет потихонечку что-то делать. То есть, настолько неубиваемая система, настолько они ее шикарно сделали, что я вот, честно, приходя периодически в офис Майкрософта, говорю, что ребята, просто респект тому, кто делал, просто передайте им, скажите, что они молодцы. Вот. Еще один. Надо еще сказать, что Майкрософт все-таки ориентирован именно на большой энтерпрайз, их софт, и на взаимодействие софта между собой, то есть, они делают цельную экосистему. Прежде всего. Кстати, вот экосистема, это тоже огромный плюс, который есть в Майкрософте, и тоже, кстати, вот здесь очень по поводу экосистемы очень интересный момент, когда сторонники опенсорса начинают рассказывать о том, что Майкрософт дорого, потому что он стоит лицензии, а Линукс бесплатно. Это вот очень шикарно смотрится со стороны, когда ты начинаешь считать денежку. Запомните, раз и навсегда, Майкрософт платен, но Линукс не бесплатен, он свободен от лицензионных отчислений. Это абсолютно принципиально разные вещи. Почему? Потому что инженер, или вообще человек, который будет ставить и разбираться в Линуксе, всегда стоит дороже, чем человек, который будет поддерживать Майкрософт. А еще есть отличный момент, что когда из компании уходит человек, который настроил все под себя на Линуксе, ты потом замучаешься искать человека, который сможет тебе все это поддерживать. Потому что нет ни банальных, ни курсов, ни каких-то best practices. Нет, они есть, конечно, но их на порядок меньше, и на порядок тяжелее найти и обучить человека всему этому. Тут на самом деле прикол, то что курсы-то есть, есть сертификацию у Редхета, но проблема в том, что Редхет-то тоже платная, как бы, вот их интерпразная версия, она тоже платная, как винда. Здесь, знаешь, даже суть истории как бы в другом, несмотря на то, что в Майкрософте все делается кнопочкой next, благодаря этому там есть какое-то конечное число пути это сделать, комбинация этих кнопочек и next. в Linux за счет того, что ты большую часть времени будешь проводить в конфигах, это можно сделать, любую задачу можно выполнить миллионам путей. И вот как Леша сказал, то есть, если кто-то что-то сделал под себя, после него это разобрать, зачастую просто дешевле это все выкинуть и создать заново. Просто заново, я абсолютно согласен вообще. Да, только Антон. Я уже не стал говорить, думаю, бог с ним, но да, только Антон. Я должен поправить. Все, да, выгоняйте меня. Ладно, мы тебя на первый раз простим на второе сожжение, на костре позора. Еще один момент, когда начинаю, всегда стоит предупредить людей, которые начинают работать с Microsoft, как правило, это система, ориентированная на пользователей. Это Exchange, это SharePoint, это AD, и Ежи с ними там сейчас облако у них. Кстати, облако они такое запилили, я периодически читаю, что они там сделают, у меня волосы шевелятся везде. Ребята просто неугомонные. Они, по-моему, скоро переплюнут всех. Вот что значит, Balmer убрали этого клоуна. Пришел нормальный человек к власти. Облако, в смысле, ты имеешь в виду облачный Exchange? Не, на самом деле, я тебе хочу сказать, что облачный Exchange это одна там, наверное, сотая того, чего там есть. Они же сделали в облаке своем, не только как провайдер виртуальных машин, как там офис их этот облачный. У них есть огромное, у них есть в облаке собственно SDN. или нет, не SDN, а этот контент доставка. Да, CDN. Причем на весь мир. Ты можешь свое приложение стримить через их сетку. У них есть авторизация двухфакторная, которая работает практически везде. Радиус, можно прикрутить их. у них есть очень интересная штука, RMS. Правда, она уже давно существует, но мало кто про нее знает. Это очень интересная штука, когда ты накладываешь права на документы. Документ шифруется, и дальше у тебя есть куча всяких разных возможностей дать кому-то права. ты, например, можешь открыть документ, но не можешь ничего оттуда скопировать. Или ты можешь его открыть и только распечатать. Или ты можешь его открыть только в течение недели. Там действительно очень интересная штука, и для интерпрайза, для бизнеса менеджеры обычно очень радуются всем этим фичам. Как мне на презентации сказали, у нас любимый продажный кейс это цены, которые через неделю не открываются. у нас мы когда это показываем, у нас там 80% компаний просто говорим беру и там тянутся за ручкой подписывать контракт. Потому что воровство вот этих прайсов в продажных конторах это одна из самых больных тем. Так с чего я начал? Что в связи с тем, что Microsoft очень сильно ориентирован на конечного пользователя, там придется много общаться с людьми. Все мы люди разные, в айтишнике периодически идут люди, которые в принципе не очень любят разговаривать, поэтому лучше сразу сюда не лезть. Для людей, которые не очень любят общаться с людьми, есть другое, не менее интересное направление, это стивики и Linux админы. И ходим на слайд 7. Я, честно, когда нашел эту картинку, я понял, что вот она здесь прямо родилась. Это то, что нужно. Этот суровый пингвин, я его просто полюбил. Брутальный. Linuxoide. Как ни странно, в Enterprise очень много где используется Linux, и он себе очень даже неплохо живет в связке с Microsoft. У нас, например, везде внедрена ADD-шная аутентификация, и я захожу практически на все устройства, на полки дисковые, на серваки, на Linux, используя единую систему авторизации. Понятно, что я там никакой таны не открыл, это уже давно-давно есть, но ты, когда это внедряешь, на самом деле, это просто такое вот офигенное чувство причастности когда-то да, оно реально работает, я об этом только читал, но оно реально работает. Интересная такая штука. Чего нужно Linuxoid? Как мы уже сказали, в общем-то, Linuxoid это в большинстве своем такие единоличные товарищи, которые что-то они сделали, у них годами скрипты работают, никто толком не знает, это магия, это магия, еще раз магия. но если в Майкрософте, да, как мы уже сказали, есть там кнопочка next, 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 то здесь английский, man, какая-то команда и вперед текстовый редактор в зубы и вперед. Причем редактор VI. Ну да, я как по-понтовому все-таки nano пользуюсь, но я чувствую, я не настоящий. Да, если ты по-настоящему Linux Way, конечно, VI, и шип педалью. А если Vim, это куда относится, к настоящему или не очень? Это Linux девочка, так и быть. Я честно постеснялся это сказать. Я, да, ну в общем, да, это вот Linux, женский Linux Way. На самом деле, в принципе, как ни странно, очень много задач, которые можно чудесно решать в Linux для, на Linux лайк-системах, для Enterprise. Банально, те же самые какие-то внешние DMZ-зоны, Injinx, это, наверное, одна из самых, ну, я думаю, не совру, если скажу, что это, наверное, первая-вторая по распространенности реверсивной прокси вообще в мире. Вещь шикарнейшая. вот, и там всякие разные ФТПшники, которые не требуют лицензионных отчислений и прочее, прочее, прочее. Почтовые ки, не надо забывать, опять же, тоже достаточно серьезный кусочек. Да, но там все начинается, вернее, не то, что все начинается, все заканчивается тогда, когда тебе нужна достаточно мощная отказоустойчивость в своей почтовой системе. То есть, это либо у тебя начинается идти как твой бизнес, как с Mail.ru и прочим, либо все равно это Exchange. Потому что я сколько пытался найти, никакого аналога для кластера Exchange в Linux я не нашел. Может, конечно, плохо искал, но я потратил на это почти две недели. Причем не просто в Google искал, а спрашивал еще всех своих интеграторов. Никто толком такого предложения, что у тебя можно отстрелить пол кластера, у тебя все будет работать, не предложил. Но я бы все равно бы отметил, что Linux позволяет очень многие задачи, сложные задачи, решить удивительно малыми жертвами, малым количеством вложенных средств. Это да. В этом он очень хорош. Скажем так, это отличный инструмент, но как и с Microsoft, надо четко понимать, для чего он предназначен. Просто вся проблема в том, что очень многие начинающие, да и не сильно начинающие инженеры, адмии, helpdesk, инженеры, они очень любят делать все на своем любимом инструменте. Вот я знаю Linux, я буду пилить все на Linux, я знаю Windows, я буду делать все на Windows. Надо вот делать, как бы, не надо забивать молотком шурупы, тяжело, неудобно и хреново держится. Я думаю, все это... Но сетевой инженер, который сидит только на Windows, я бы посмотрел. Честно, я таких не встречал, потому что, ну уж, что греха таить, Microsoft как-то, судя по всему, понял, что он проиграл Linux с точки зрения сети, даже закрыл TMG свои он закрыл, они убили EIS, убили полностью. Знаете, кстати, интересный спойлер, они вообще убили роль EIS в принципе в 2016 серваке. Они признали, что они облажались с сервером, ну как бы этим веб-сервером, и типа, ребята, вот есть Apache, там есть какие-то другие, используются их, а мы там максимум оставили для каких-то внутренних вещей, типа SharePoint, и наружу это уже не показывается. То есть, ну как бы, это еще, на мой взгляд, один респект в сторону товарища из Microsoft, признать то, что да, мы здесь облажались, да, мы просто закроем это направление и не будем вас дальше мучить. То же самое они с TMG сделали, хотя, на мой взгляд, по-моему, очень странное решение, прикольный был продукт. Дальнейшее в основном развитие Linux-оида это либо ты начинаешь углубляться в Unix-like системы, переходишь на более высокий уровень просветления, либо начинаешь заниматься еще сетями. Вот по картинке очень похоже была серверная наша комната, когда я пришел в свою компанию. Вот, тут реально, там, конечно, я с ногами не залезал, но вот такие же пучки были. Потратил почти полтора года, чтобы все это разгрести. Сетевики. Вообще, очень такие, скажем так, это люди, которые... Вот сейчас аккуратнее. Да, совсем отдельные. Это, на мой взгляд, всегда была священная каста. Я прогнулся. Рагиб, надеюсь, будет. на самом деле, я в связи с тем, что всегда реально любил сети и сам ночевал с сетевого инженера, на мой взгляд, это такая, хоть и не очень заметная, но самая веселая часть любой интерпрайзной корпорации, потому что через сетку проходят обычно все данные, а мало кто внутри сети заморачивается на какое-то шифрование. И когда ты вот так сидишь и понимаешь, что, в общем-то, одним компьютерщиком небольшими настроечками ты можешь снимать с сети практически всю информацию, и тебя никто за это ничего не сделает, ну, пока не узнает. Там чувство ЧСВ, оно как-то потихонечку щекочется, там, вырастает и прочее. Люди крайне полезные и крайне нужные, и, как ни прискорбно, толковых людей здесь вообще очень тяжело найти. Я в свое время искал сетевого инженера порядка года. Я очень много людей собеседовал, и все, как бы, порог вхождения сюда, наверное, один из самых сложных, на мой взгляд, потому что надо знать практически все, для того, чтобы толком разбираться в интерпрайзных сетях. То есть, тебе нужно знать, как работают большинство приложений, тебе нужно понимать, как работают операционки, с чем, что. Не только Microsoft, но и Linux тоже. Очень часто сетевиков вешают и скрещивают с телефонистами. А телефония это вообще отдельный такой глубокий разговор с кучей нюансов. Но, кстати, наверное, одни из самых дорогих товарищей, которые люди, которым могут настроить телефонии. Поэтому, если вы... Но, есть один очень такой неприятный нюанс. В сетевику в интерпрайзе очень недолго можно развиваться. Потому, что, скажем так, достаточно редко даже в очень крупном интерпрайзе используются достаточно банальные решения. Редко, где используются какие-то навороченные MPLS, всякие VLS и прочее, прочее, прочее. Крайне редко. В основном это несколько виланчиков, какой-то OSPF, либо EGRP, который гоняется внутри сети. Ну, и дальше тебе все это нужно смортизировать. И отдельная песня, наверное, редко встречающаяся в провайдерах, но достаточно часто встречающаяся в интерпрайзе, это шифровные туннели. То есть, вот шифрованием наесться можно в полный рост. VPN-ы, клиентские VPN-ы между офисами, VPN-ы между двумя точками, чтобы защищать трафик и прочее, прочее, прочее. Ну, и платят, на самом деле, как правило, сетевикам хорошо. Это одни из самых дорогих инженеров. Так куда же идти молодым специалистам, кто гретит сетями-то? И уже ли только в провайдинг? Провайдеры, интеграторы. Скажем так, сетевиком в Enterprise можно прийти только в одном случае, если ты хочешь просто доучиться до определенного какого-то уровня и получать деньги неплохие. Все. К сожалению, здесь это вещь, которая вот она есть, она работает, и вот не трогай, чтобы оно работало. на самом деле твои деньги. Тут бы еще добавил либо совсем большой Enterprise, например, там какой-нибудь банк большой, то есть Сбер у нас глобальное что-то. Один из основных вообще поставщиков рабочих мест, нет, поставщиков рабочих мест для, как мне кажется, сетевых инженеров. То есть либо как бы провайдинг. честно скажу, да, вот извините, что перебью, я общался с товарищами из СПБ, ну, я тебе хочу сказать, что да, много, но не сильно наворочено. Там почти все закрыто, ничего никуда никто не может, там вот и бэшнику, да, вот это там раздули, а сетевику я бы не сказал, там на Эджи, то есть на периферии, да, может быть какие-то интересные вещи, но в основном там тот же самый Enterprise просто гораздо выше претензий по безопасности и гораздо выше уровней и гораздо больше железок. То есть там ничего реально особо такого навороченного я нигде еще не встречал. Потому что все равно там нет потребности предоставления сети как именно какого-то навороченного продукта. У тебя должен быть доступ от компьютера до приложения. Все. В большинстве своем, да, и только до него. Наворота там в основном связаны с безопасностью. Вот. Ну это да, это факт. Мне сейчас почему-то вспомнилась лично моя такая админская молодость, когда периодически приходилось ручками писать IP-тейблс там в конфиг сразу строчек 20-30 и чтобы это еще заработало. Это все-таки прекрасный период, я считаю. но нервный. Ну это да, нет, просто мы такие прекрасные и ездить приходилось в ног. Затемните чего-то там потом увольняться, не, нифига, не сразу. Мне по этому поводу очень нравится такая клевая шутка, я периодически вспоминал в свое время, когда в другом конце страны потерял управление железки. Да, да, да. Удаленное конфигурирование фаервола к дальней поездке. Да, да, вот я как раз говорю, и поездок много, ну да. Вот, куда еще можно там податься, это информационная безопасность. О информационной безопасности были уже подкасты, хочу сказать только одно, в интерпрайзе толковых ИБшников я не встречал. Обычно это либо люди бывшие военные, ну из силовых структур, и они, у них знание о именно информационной части, безопасности примерно такое же, как у меня о процессе размножения утконосов. То есть, я примерно знаю, что они размножаются, но ничего больше об этом рассказать не смогу. Ну вот, наверное, у меня складывается полное ощущение, что там примерно такая же ситуация. Тема ИБшников, она очень многогранна, и неоднократно, опять же, как и менеджмент, не одного десятка подкастов. я на ней честно не хочу останавливаться, потому что не силен, никогда особо туда не вклинивался, поэтому рассказать особо ничего не смогу, кроме того, что они упыри. давай я тогда чуть-чуть расскажу, я напрямую в ИБ не работал, но мне всегда очень нравилась эта тема, то есть, если есть желание развиваться туда, то это надо сразу туда развиваться, потому что там очень большой объем знаний нужен, ну естественно, ИБ там тоже делится на миллиард подвидов, и надо понимать, чему ты идешь. Это все очень такая тема интересная, широкая, а по поводу бывших КГБшников, очень каноничный случай, всем его люблю рассказывать, есть такая конференция, очень классная, называется Positive Hack Days, ее наша питерская контора организует, по-моему, она все-таки питерская, Positive Technologies, я думаю, ее многие знают, очень хорошие ребята, очень умные, у них классный блог на Хабре, всегда читаю с удовольствием, всем советую, и по-моему, на самую первую конференцию они позвали дядечку из ФСБ, что ли, или что-то такое, такого вот умудренного сединами, опытного, сразу видно матерый безопасник, и он вот вышел, и вот начал таким молодым 20-30-летним ребятам рассказывать о том, что как у нас все плохо с безопасностью в госсекторе, и в качестве примера он начал переводить телефонные аппараты госсвязи в комнате с неконтролируемым доступом, и примерно через 10 минут этому дяде просто сказали, дядя, ты вообще понимаешь, куда ты пришел, и что тут от тебя ждут, и таких реально много, то есть если вы такое видите, мой вам совет, бегите оттуда, там ничего вообще близкого нету с тем, что такое настоящее ИБ, вот современное, которое требуется действительно работодателям. Согласен. ИБ у нас обычно подразумевается, ну, как бы, да, вот насколько я видел, там, слышал, да, это ИБ административными методами, не техническими, то есть все эти журналы каких-то там посещений, что-то там такое, которые от руки там заполняются, там, сканирование паспортов. Надо же залить все USB-порты эпоксидкой. И это тоже, да, то есть, да, технические методы применяются, да, да, тут я, конечно, да. Их нельзя. Да ладно, я вам расскажу канонические случаи собственной жизни. Вводили ВИП, пришли, ну, спросили ИБшников, ну, ребята, как-то, написали регламент. Отмечу, что разные филиалы находятся там, например, в разных городах, и там, один находится в ИБИ. В регламенте в первом варианте было написано, что для того, чтобы подключиться к ВИП, ты должен прийти к ИБшнику лично, получить от него одноразовый пароль, записаться в традочки, и получать доступ. Вот именно про это я и говорил. Грусть-печаль суровая, да, это не та информационная безопасность, которую, как бы, не знаю, там, которой мы говорим, о которой говорят в, не знаю, в Пакет Пушерс и вообще, как бы, в остальном мире за пределами этой великой страны. Это, ну, как бы, не надо так прямо уж идите в безопасность, безопасность, это интересно. Ребята, это же, наверное, какие-то вырожденные случаи, наверняка есть примеры успешных. Да, пинтестинг, например, но, как правило, это конторы, опять же, для которых это их хлеб. Не, я говорю именно об интерпризе, в котором с безопасностью все более-менее, то есть, например, там, Сбербанк или какие-то другие банки. Думаю, что вот там... Можно я выключу микрофон, чтобы дико держать полный бутылок? Да, 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 да. Слушай, ты знаешь, по-моему, с безопасностью это как с бэкапами, то есть, есть люди, которые еще не делают, а есть, которые уже делают, с безопасностью то же самое. Третий, конечно, вариант, который делают и проверяют. Да, поэтому, на самом деле, я думаю, что с ИБ поменяется состояние где-то через 5-7 лет, когда у нас будет достаточное количество в принципе кадров, которые могут адекватно хотя бы что-то сделать. Ну и народ наконец-то там поменяется определенное количество людей, которые стоят у власти, которые начнут вообще частенько жить в этом мире, а не там в мире, где телефон это физическое устройство, которое привязано к телефонной сети и с диском. В общем, общая суть посыла в том, что ИБ сейчас это очень динамичная молодая отрасль в нашей стране именно, и есть смысл развиваться в этом направлении, если вы не знаете, куда себя засунуть, но очень хочется. Да, и главное иметь терпение, чтобы действительно найти контору, в которой твои знания будут нужны. Тоже там достаточно такая проблематичная вещь, что в определенный момент развития ты понимаешь, что твои знания в конторе просто не нужны. В интерпрайзе это особенно хорошо видно, когда твои предложения начинают превышать профит, вернее, стоимость твоих предложений начинает превышать профит того, сколько люди получат, ну, профит стоимость превышать. Вот, но что, в общем-то, логично. И, наверное, такой достаточно редко встречаемый, но, на мой взгляд, крайне интересный вид это люди, которые занимаются железом. в крупном интерпрайзе очень часто встречаются. В основном, это люди, которые занимаются сетями этих данных, гипервизорами. Я в свое время, когда тоже работал хелдеском в аутсорсе, для меня ну, железо, железо, что там особо, ничего особо навороченного нет. поменял процессор, поменял. Когда пришел в крупный интерпрайз, я так сунулся в интерпрайзное крупное железо, я понял, что, блин, это такая отдельная песня, которую надо так глубоко понимать и разбираться, чтобы действительно что-то хорошо делать, что я понял, что как бы мне не хватит жизни, чтобы там что-то подразобрать и понять. Это хорошо подходит для товарищей, которые любят ковыряться с паяльничком, еще что-то. То есть, вот вещь, которая будет им близка. Переходим к второму моей внутренней классификации. по направлениям. Они отчасти пересекаются с предыдущим разделением, но все-таки я считаю, они более гибкие и, наверное, больше отражают суть работы. Общий админ. Человек, с которого обычно все начинают. Я имею в виду, начинают, как правило, все админы с этого. Это, как правило, молодой, с горящими глазами товарищ, который готов поменять мир за 15 минут, несмотря на последствия. Для крупного интерпрайза это, наверное, хуже, чем пьяный электрик или уборщица со шваброй в серверах. Потому что этот человек свято верит в то, что он творит добро, а по факту получается далеко не всегда так сказочно, как в его мечтах. Главное в этой жизни пережить этот момент и чтобы тебе свои проказы не очень дали сильно по шее. Потому что если очень сильно дадут по шее, могут отбить вообще желание что-либо делать. Что тоже, в общем, не самое лучшее. В основном это небольшие конторки, с этого все начинают 10, 15, 20 машин, на которых ты обкатываешь свои знания, чему-то учишься, после чего ты уходишь и они передаются в руки следующему подавану, который на них тоже продолжает учиться. Как правило, IT для таких компаний не очень интересно и простой для них не стоит никаких денег. стоят, конечно, но совершенно неиспоставимых с их основным доходом. То есть, если, например, в каком-нибудь шиномонтаже сдох компьютер, который ты настраивал и они не могут свою почту почитать, шиномонтажка от этого не станет. А если ты положишь в какой-нибудь центробанке сервер, то много чего из-за этого может стать колом. поэтому, как правило, это начинающий. Дальше частенько уходят частенько нужны админы виртуализации. Вещь достаточно новая. Ну, как достаточно новая? По меркам IT уже старая. По меркам человеческой жизни достаточно новая. В связи с тем, что у нас еще Microsoft очень сильно за последние годы вылез в виртуализацию, причем вылез до того состояния, что они вместе с VNWAR остались в квадрате Гаттнера вдвоем. Я когда это увидел, у меня был тихий шок, если честно. То мир все равно присутствует конкуренция и все равно тоже динамически развивающийся рынок. Сейчас это будет все только продолжаться. Я думаю, от виртуализации никто никуда не уйдет. В общем-то очевидно. Облака все равно не заменят всей нашей жизни. Все равно есть данные, которые компании захотят сохранить у себя под боком, с доступом, со списками бумажными, кто туда заходил. Куда же без этого, с отдельными сетями. Поэтому виртуализация будет жить. Сейчас с увеличением мощностей у нас виртуализация происходит все более глубже. Они начинают всякие уже извраты. Как извраты? Раз технология востребована, значит, она нужна. Типа докер. Майкрософт тоже докер начал поддерживать. Честно, мне очень любопытно, во что это вылиться. Просто я где-то только в начале виртуализации, когда все это понеслось, в 2000-м году, я задал себе вопрос. Зачем вы виртуализируете операционную систему, если по факту вам нужно виртуализировать одно приложение? Сделайте, есть приложение, оно где-то крутится в какой-то абстрактной операционке, отрезано вообще от всего остального, и не нужно вам тащить за собой весь этот хлам в виде оставшейся операционки. Ну, как видим, потихоньку они начинают к этому приходить. Докер явный как пример, на мой взгляд, это Докер, сейчас сервер Nano тоже в эту сторону смотрит, то есть там открывается достаточно такая большая область для развлечений и для интересных исследований. Сейчас область снова становится новой, новомодной, я бы сказал. Вот. Сетевик. Про сетевиков мы все вроде как обсудили уже, опять же отмечу, что на мой взгляд лично для меня это самая интересная тема, потому что у меня как бы там две настольные любимые книжки, сейчас, к сожалению, уже не особо некогда читать, но всегда читал компьютерные системы Тененбаума и CPIP для профессионалов. Я так любил их перечитывать через год фундаментальные. Да, ты реально перечитываешь через года полтора-два и понимаешь насколько много ты еще не знаешь. Дальше у нас есть такая замечательная штука, как почтовый админ. Если вы считаете о том, что с экченджем или постфиксом, когда его поставили, делать ничего не надо, я вот хочу сильно разочаровать. Нужно с ним делать постоянно что-то. Обновление, поиск потерянных писем, поиск писем, которые не дошли, посмотреть чего, где, бэкапы, прочее. Восстановление удаленных по ошибке, спам. Общение с блэклистами. Общение с блэклистами. А потом выходит новая версия. Поднеслась по новой. Да. Это вечный круговорот жизни в природе. И сейчас почта в любой крупной компании это сродни, наверное, архиву бухгалтерии. То есть очень ответственно, очень важно. И если вы ее похерите, вас похерят рядышком. Ну, образно, конечно, но шанс того, что... Да нет, все так, я думаю. Да. На самом деле крайне интересная вещь. Потому что хоть и протоколы с МТП... Сколько ему лет? Лет 15 уже, наверное, да? Особо никто ничего не менял. Все началось в 60-х. Да, но это, да, это я знаю, что любимая тема о том, что когда все началось? Все началось где-то в 60-х. Вот. То есть с тех пор мало чего поменялось, но все равно интересные вещи происходят. То есть технологии растут, в компании растут, даже банально, да, достаточно интересный недавно кейс пытались посчитать, посмотреть, это как сделать почту на двух площадках, чтобы она была единая. Казалось бы, по большому счету, достаточно такая примитивная задачка, но как только мы туда чуть глубже копнули, там вообще все стало очень тревяло. А для тех, кто считает, что почта там просто, тот же самый экшенч или этот, поищите, в сети есть отличная от Microsoft картинка, не помню, как называется, но смысл в том, что в нем показано, как письмо проходит через весь экшенч, вообще через весь. То есть начиная от входного коннектора и заканчивая, как оно падает в письмо в ящик пользователя. Я когда это увидел, я понял, что я вообще ни хрена не знаю про экшенч, даже близко. Там такое количество нюансов, что я открыл, осознал свою некомпетентность и закрыл. Но тут еще как бы добавлю то, что часто воспринимают экшенч просто как почту. На самом деле это же мощнейший инструмент, то есть прежде всего после почты это задачи, которыми ты управляешь, раздаешь, принимаешь, исполняешь всякие митинги. То есть я не знаю, просто немногие возможно это используют, но тем не менее это очень мощнейшая такая система, которая позволяет все это увязать. Да, особенно с тем, что сейчас Microsoft прикупила себе Skype, ну не сейчас, уже конечно достаточно давно, и она его активно интегрирует с линком. Кстати, очень интересный продукт от Microsoft, которому никак не может повести на название. Это сначала был коммуникейт-сервер, потом это был линк, потом это был еще какой-то, а теперь это у нас Skype for Business. То есть они никак не могут определиться с названием. Мы уже там потихонечку даже своих менеджеров Microsoft на эту тему там подруливаю периодически. Когда они там начинают играть, подождите, не надо называть, давайте его как-то абстрактно называем продукт X, чтобы там уже понимать, и не надо будет каждый раз в переписке менять его название. То же самое с POSFIX, что не знаю, как насчет сейчас, SendMail я в свое время что-то попытался поковырять, но это совсем монстр-монстр. Встроенный язык программирования та же история. Там как бы я понял, что все, мое сознание не осилит, я не настолько готов там проникнуться UnixWave, чтобы программировать на почте. Не, ну давайте так, что POSFIX, что SendMail, их легко включить, но настроить их бесконечно сложно, потому что это конфиги, в которых вот читаешь MAN и познаешь DZEN, потому что ты узнаешь, что бывают какие-то параметры, про которые ты просто не слышал, что они существуют, они кому-то нужны. У меня полное ощущение, ну насчет включить это я бы тоже на самом деле поспорил с просто. Нет, просто включить это когда на 25-ом порту у тебя можно почту получить, вот это я называю просто включить. А, то есть ты не рассматриваешь вариант, что еще ее нужно обратно получить. Да, что ее прочитать нужно вообще-то. Сюда упал и бог с ней, все. Пули от меня ушли, да, пинги от меня ушли. У меня проблема на вашей стороне, да. Да, то есть как бы у меня есть полное ощущение, что для того, чтобы начать, то есть прежде чем настраивать пучину на пингвине, тебе нужно сдать экзамен по РФС, СМТП и ПОП-3. Вот как только ты их сдал, вот тогда, может быть, ты можешь на что-то там настроить. То есть на самом деле очень интересная тема и в любой крупной компании вы найдете себе место и банально кусочек хлеба всегда сможете заработать. дальше начинается вообще веселая магия, это администратор баз данных. Это эльфы. Эльфы, которые разговаривают на каком-то своем языке. Я тут периодически с ними общаюсь, я вам хочу сказать, люди с квадратной головой. Причем это уже даже не столько именно администраторы в классическом понимании, то есть он что сидит там в конфигах ковыряется или что-то еще. Это человек, который управляет данными. То есть хороший BD-админ, он мало того, что должен знать собственно говоря саму систему управления базы данных, он еще очень хорошо должен понимать, какие данные вытаскиваются, что с ними будут делаться и вообще как бы под какой процесс, потому что неоднократно сталкивался с ситуацией, что толковый BD-админ просто в итоге менял логику, заставлял менять логику отчетов, чтобы получить те же самые данные, но с уменьшением затраты на порядок, который бывает и на два. То есть человек посидел, посчитал, посмотрел, пошел пообщаться с бизнес-пользователями, которые пользуются этот отчет, нарисовал отчет, который делался вместо четырех часов пятнадцать минут. Ну, по-моему, неплохой профит. Вот. Плюс этому можно посвятить жизнь примерно как и там ИБ. То есть вещь отдельная тема для разговора. Ну, плюс, я думаю, все знают про такую веселую вещь как Бигдата, которая у нас, по-моему, в IT какой-то уже такой попса попсой стала. Попса в IT. Вот. И, в общем, это тоже там достаточно интересно. Знать очень тяжело, достаточно высокий порог вхождения, потому что нужно, кроме всего прочего, достаточно хорошо уметь программировать на TSQL, потому что без этого там делать особо нечего. Вот. В АИПщики, бывшие телефонисты, да, будут захватывать во время революции их первыми. Очень интересная тема, животрепещущая, но, к сожалению, и к сожалению, к счастью, редкая контора может себе позволить толкового телефониста, потому что обычно это люди, которые, а, должны очень хорошо знать сеть, и, б, достаточно неплохо знать продукт для телефонии. Но, когда вы все это знаете и выучили, работу, во-первых, вы всегда найдете себе работу, а, во-вторых, как правило, вы всегда будете востребованы, и вам будет интересно. всегда можно придумать какую-нибудь новую фишечку, мулечку, связанную с телефонией, которая поможет бизнесу. Колл-центры никто не отменяет, внутренний телефон никто не отменяет, ваиб удаленных клиентов, которые из Таймыра или с Мальдив пытаются позвонить по внутреннему корпоративному номеру тоже пруди, и все они будут довольны, если у них все это будет работать. бэкапные админы в общем-то вид не такой частый, но в крупных компаниях вполне себе существующий. Люди, которые спасают мир. Чип и Дейл, если в детстве нравилось смотреть Чип и Дейла, и вы всегда ассоциируете себя с этими бурундуками, можно пойти туда. Почему? Потому что когда все плохо, придут к вам и скажут ребята, мы все просрали, нам нужно что-то дальше делать. Сейчас в связи с развитием виртуализации бэкапирование стало все сильно проще. Виртуалочку забэкапил Vim'ом нашим многоуважаемым. Да-да-да. Жизнь твоя стала легка. Но я вспоминаю времена, когда мы выбирали систему бэкапирования, кстати говоря, такой легкий камешек в сторону товарища из Vim'а, что как бы виртуализация виртуализации, но все равно практически на любом предприятии остается какой-то старый сервачок либо какое-то очень критичное приложение, которое нифига не виртуализует. И вот потом начинается веселухо, а как мы это будем восстанавливать? И как мы будем поддерживать его высокую доступность? Ну, так я смотрю, Vim на эту тему пошел все-таки в правильную сторону, начал делать бэкап физических машин, хотя всю жизнь они утверждали, что у нас только облако, но ничего, дождемся, вы и физику будете бэкапить. Дальше есть достаточно интересная такая люди, которые занимаются мониторингом. Тут вообще очень интересное направление, потому что оно требует во-первых знания большого количества железа, большого количества нюансов этого железа и операционных систем, а также очень важно знать граничные пределы для того, чтобы выставлять какие-то алерты. Простой пример. Для какого-то приложения загрузка процессоров в 50% это все смерть. Для какого-то загрузка в 90% это его штатная работа. И вот понять и разобраться, что где брать, какие там счетчики, что к чему, и соответственно потом на них повесить какие-то алерты, это вещь очень нетривиальная. По своей конторе скажу так, мы находимся в перманентном состоянии внедрения мониторинга. Смешно, в течение четырех лет. Не знаю, по-моему, это нормальное состояние мониторинга вообще. Мы его внедряем. Continuous integration. Да. Очень интересно, потому что всегда находится что-то новое. Сначала мы использовали PRTG мониторинг, мне он очень нравился тем, что он работал с коробки. Я настроил, и он там. Потом мы перешли на Zabbix, очень много чего настраивали, зато мне очень теперь нравится его гибкость. Что мы можем сделать по алерту, еще что-то мы можем мониторить. Начинается здесь баланс. Здесь у нас сверх гибко, зато сверх сложно настраиваться, здесь у нас сверх просто настраивается, зато ни хрена сделать толком не можем. За пределами того, чего заложил производить. Опять же вы будете матерью людей, тех ребят, которые будут сидеть ночами и смотреть в мониторинг, ждать алертов от системы мониторинга и потом бежать куда-то и что-то делать. Дальше есть путь развития достаточно специфический, это уйти в какое-то приложение. В основном здесь чаще всего это какие-то ERP или CRM системы, всем небезызвестный SAP. Хочу сказать 1S. 1S это скорее программисты, нежели администраторы. Там это нет. Потому что у нас дофига 1S и мы их практически не администрируем, потому что там особо администрируют нечего. Оно и без нас глючит хорошо. А вот всякие Microsoft Dynamic, SAP, кто там еще из таких крупных, что-то у IBM было похоже, вернее у Huillet, IBM. Это отдельная песня с отдельными людьми, которые получают зарплаты обычно исключительно в иностранных валютах. От них, как правило, требуют кучу бумажек сертификационных и разговаривают они только за деньги и по времени. Если желание, скажем так, это очень высокооплачиваемая вещь, но там что-то очень сложно найти. Плюс если твоя система, которую ты там полжизни отдал, загнулась, ты больше практически нигде сядь, толком ничего не не найдешь никакого применения. Это есть такие риски. Обратная сторона медали о том, что достаточно дорогая и востребованная система в крупном интерпрайсе. Про безопасность мы вроде поговорили, я сейчас не буду повторяться. И есть такие веселые товарищи, как санадмины. Люди, которые занимаются системами хранения данных, тоже на самом деле весьма специфическая вещь. Есть очень много нюансов, и если кто-то из слушателей думает о том, что там луна нарезал и все, нет. Нифига. Нюансов море. Ровно по одной простой причине. Если мы сейчас вскроем любую хранилку сановскую, мы ее откроем, и что там увидим? x86 процессор, пачка памяти, и HBA адаптеры. Соответственно, а если сунемся в код, не в код, даже хотя бы в CLI любой хранилки, мы что увидим? Linux лайк операционку. А дальше начинается очень веселая такая история о том, что для того, чтобы быть толковым санадмином, тебе нужно понимать, как все это работает. Тебе нужно знать, что такое LTP нагрузка, что такое вархаус нагрузки, как все это взаимодействует, какое взаимодействие у размера кластера, например, сквозь гипервизор от операционной системы. То есть, вещи совершенно на первый взгляд очевидны, но когда ты туда суешься, ты понимаешь, что это море информации, которую изучать можно не один год. Плюс, опять же, на все это накладывается динамика IT. Кстати, коллеги, вы мне обещали, монолога не будет, а монолог как-то монолог, монолог, монолог. Я про САН вообще ничего сказать не могу, поэтому... Знаешь, я про САН могу еще добавить, что есть такие САНы, которые даже открывать нельзя. Что если ты его открыл, чтобы дисок поменять, на него слетает гарантия, это автоматом. Я тебе больше скажу, есть такие САНы, которые не то, чтобы открывать, наклонять нельзя, у них стоит гарантия. Ну, наклонять это практически все, а это именно, что боевые сервера стоят, и в них залезать могут только инженеры-вендоры. Даже поменять диски. Ну, это вот там любимая... Мне, кстати, очень нравится такая штука. У них есть часть дисков, которые у нас, по-моему, не особо используются, но вот в Америке очень любят. Которые защищены от перезаписи. Это там какие-нибудь данные, хранящиеся на этих дисках, могут служить доказательством в судах. Ну, в судах, где-то в этот... Так их реально приезжает компания, соответственно... Инкассаторов. Да, то есть там товарищи, то есть спец от компании, приезжает кто-то из каких-то властей, ну, из них вынимают, снимают это, опломбируют и увозят на хранение. То есть там, блин, вообще такая отдельная песня. Вот. И, собственно говоря, там санадмины, как правило, частенько совмещают совмещают свою должность с людьми, которые обслуживают серваки. Вот. Ну, это вот у нас тут каратенечко, там, на сколько минут уже затянулся. Первая часть марлезонского балета, это то, что я рассказал просто о том, в каких направлениях можно двигаться. Ребят, есть какие-то вопросы там, может быть, что-то скажем, а то у меня уже в горле, если честно, пересыхает. Нон-стоп говорить. Ну, вот чатики тут задают вопрос, ну, просто не знаю, какой, как бы, смысл, просто, как определяется размер интерпрайза большой, средний, маленький? То есть, вот как бы ты определил, например? Классическое определение большой, маленький и средний, это идет от количества хостов. Так обычно определяет, там, большинство вендоров, это в МВАРе, также определяет Майкрософт, там, ну и пачка. Как правило, до, там, по-моему, двух-трех тысяч, это маленькая компания, от двух-трех тысяч хостов, ну, как бы, этих машин пользовательских, это средний интерпрайз, а крупный интерпрайз, это где-то, там, 10-15 тысяч машин. Я бы еще здесь добавил еще один момент. Если у вас на трех серверах крутится какое-то там приложение или еще что-то, которое стоит миллионы долларов, как в нефтянке, да и хрен с ним, что там 50 компов. Вам на эти сервера и на эти технологии выделят столько денег, сколько порой не выделяют, там, в компаниях, у которых, там, там, пять тысяч клиентов, семь тысяч клиентов, потому что минута простоя такого приложения может обойтись, не знаю, в, там, закупку, банально, там, параллельный сервер для этого же приложения. Ну, как бы, это действительно так, для биржи, для прочего, для банков, банально, тут был инцидент с одним банком, у них серверное сгорело. Я прикинул, они потеряли на эквайринге у нас, то, что мы им эквайринг просто не заплатили, примерно по деньгам столько, что они могли купить себе, как бы, вот, реально целиком серверную в соседнем здании. То есть, ну, как бы, вот это, на самом деле, нужно считать и понимать, что, ввязываясь в интерпрайз, ну, на самом деле, это не только к интерпрайзу относится, это относится вообще ко всем крупным компаниям, что инженеры, люди, которые обслуживают систему, должны понимать, что есть места, где стоимость их усилий нулевая, в том плане, что все их усилия не дадут никакого профита для контора. Может быть, Витя Ива слишком объяснил, давайте попроще. Если я вложил 10 тысяч рублей в новую железку и, например, если она выйдет из строя в ведущую, компания потеряет, например, за неделю простое 50 рублей, это абсолютно невыгодное вложение. Если я вложил в железку 100 тысяч рублей, а компания потеряет за 5 минут простое 2 миллиона, компания с большим удовольствием тебе еще две такие железки купит, главное, чтобы они не простаивали. И это вот как раз такой нюанс, который очень нужно себе развивать, если вы хотите подниматься куда-то выше, чем просто инженеры, работающие с конечным оборудованием. Тут надо понимать, как преподнести риски, скажем, начальству, некому совету директоров абстрактному, то есть просто прям с числами прийти и сказать, вот если мы это не купим, то тогда возможность такая есть, и мы потеряем при этом столько денег, потому что восстанавливаться это будет столько времени. Да, на самом деле для всех людей, для ребят, которые хотят уйти в Enterprise могу сказать одно, бизнесу абсолютно фиолетово, гигабайт, килогерц, гигагерц, им плевать на это, для них это просто бла-бла-бла, клауд, бла-бла-бла, то есть ты говоришь на каком-то лифийском языке, который тебя не понимает, а когда ты приходишь к ним и начинаешь говорить, вот смотрите, ребята, я прошу у вас 5 миллионов на замену своих железок, соответственно, мы из этого получаем, что у нас есть резервированное оборудование для вот этого процесса, который вам приносит например 100 тысяч в день, если мы сейчас это не купим, замена оборудования для того, чтобы возвратить процесс в адекватное состояние потребуется на 3 месяца, они начинают, берут калькулятор, перемножают грубо говоря, 90 дней на 100 тысяч и получают 99 миллионов, а я прошу у них 5, и там они понимают, что как бы очень быстро, что то, что я прошу, оно в общем обосновано, и для них дешевле купить эту железку, чем потом все вот это. Ну, слушай, есть еще другая сторона, когда мы говорим про железки, которые защищают деньги, и когда ты выступаешь перед советом директоров, перед инвесторами, есть более простая сторона, я, например, с ней в свое время столкнулся, когда я пришел скажем, к инвесторам, говорю, ребята, надо купить 30 компьютеров, то есть переберем, перемножаем 30 компьютеров, считаем, что компьютер стоит 1000 долларов, дайте мне 30 тысяч долларов. Меня задают нормальный, реальный вопрос, зачем? Я говорю, ну как, старая техника, уже несколько лет, люди там сидят, мучаются, она там зависает, нормально не работает, но она же работает. Да, может быть, там люди не так эффективно работают, как они могут, но они успевают за рабочий день сделать то, что им надо сделать, то, что мы хотим, чтобы они делали. Зачем нам тратить 30 тысяч долларов на новые компьютеры? У меня первый раз это был ступор. Ответ на твой вопрос в будущем, не надо на них 30 тысяч долларов тратить, все. Без всяких шуток, если бизнес устраивает и они принимают риски, не надо настаивать. Соответственно, ты озвучил, ты их предупредил, а дальше... Да, решения принимают они, да. Нет, я просто к тому, что иногда невозможно оценить какие-то риски или еще что-то именно по такой формуле, что сколько будет стоить минута простоя или потерянный гигабайт информации. Банально, смотри. Вот, кстати, по твоему примеру посчитать вообще достаточно легко. Марья Ивановна делает какую-то операцию. В связи с с жармозящим компьютером она делает эту операцию, например, в течение 20 минут. Когда мы ставим ей новый компьютер, она делает ее за 5 минут. Соответственно, ее работоспособность увеличивает. И таких Марья Ивановна, например, 5 в отделе. Ты ставишь новые компьютеры. Это, на самом деле, реально очень жестокая, ну, не жестокая, а жесткая правда жизни. Ну, давайте смотреть правду в глаза. Все мы в этой жизни хотим, придя домой, налить себе супчик в тарелку и его погреть. Для того, чтобы этот супчик попал тебе в тарелку, ты должен надать денежку в продуктовом магазине. А для того, чтобы ты смог отдать денежку в продуктовом магазине, тебе их надо заработать. Соответственно, ну, как бы там мы сейчас не говорили о гуманизме и прочем, суровая правда в жизни в том, что мы, как бы, все IT в интерпрайзе заточено только одно. Либо сэкономить делик, либо сэкономить, либо позволить заработать. В принципе, это немножко разные пути. Их надо, ну, со временем ты начинаешь их различать, потому что и пути, и подходы немножко разные. Так вот, возвращаясь к пяти мариваннам. Мы ускорили работу каждой из этих мариванн, например, в четыре раза, и получается, что одну мариванну мы можем перевести на какую-то другую работу, или, например, просто там ее уволить. У нас банально получается экономия на фоте, на фонде оплаты труда. Вот это на самом деле вот сходу, с примеру, один из самых любимых вариантов экономии в IT, это экономия на фоте. Как внутри IT, как в подразделении. То есть, там, что-то автоматизировать или отдать на аутсорцию, мы там, как бы, эти люди, либо мы их начинаем занимать в других проектах, либо мы говорим спасибо. То же самое происходит и в страны, когда IT выступает как оптимизатор, либо там вот это. Да, еще раз повторюсь, это реально жестко. Я, как бы, там, не сторонник таких вещей, но, смотря правде в глаза, получается, что периодически нам приходится этим заниматься. И, идя на должность менеджера, нужно понимать, что, да, как бы, в понятии принять в себе, что оптимизация IT это увольнение людей. Так или иначе. Мы поставили новый скоростной сканер человеку и внедрили Fine Reader, отлично. Через полгода бухгалтерия понимает, что вместо там пяти бухгалтеров нужно два. Трое идут искать работу. То же самое еще там с какими-то вещами. Ну, еще раз повторяюсь, это же достаточно жесткая правда жизнь, но приходя на этот путь, надо ее понимать. Знаете, это как врачи. Врачи там, я-то, конечно, там очень громко себя сравниваю айтишника с врачами, но все-таки. Иногда врачам нужно отрезать пол ноги, чтобы человеку жизнь сохранить. Резать человека по-живому тоже там достаточно жестоко и жестко, но это есть, это наша жизнь. Вот. Плюс, я вот по собственному опыту могу сказать, что никогда не сокращают людей, которые хорошо работают и умные. я в свое время, когда у нас грянул кризис, я все надеялся, что сейчас там куча контор повыгоняет умных людей, и вот-то я сейчас найду себе виндового админа за пять минут. Как я жестоко ошибался. Я админов-то стало навалом. Как ни было, так и нет. Да, да, да. Приходя в айти и приходя, а в основном это даже не то, что там в айти, да, там на инженерный должен, приходя в управляющую стезю, надо очень четко понимать, что увеличение твоей производительности или еще что-то, оно может повлечь за собой вот такие вот последствия. Об этом реально мало кто говорит. Честно, я еще никогда не слышал о том, чтобы вот в кулуарах, да, понятно, что там мы где-то все айтишники, ну, я имею в виду там, ну, и айтишники тоже там в основном это очень любят обсуждать в кулуарах начальников, директоров и прочее. Но мало кто это говорит в открытую о том, что не все так однозначно. Ну, любая менеджерская позиция подразумевает под собой увольнение людей в конечном итоге. Ну, скажем, да, где-то что-то, но просто одно дело, когда ты увольняешь человека, потому что там он хреново работает, да, просыпает по жизни, а другое дело, когда ты вроде как улучшаешь, хочешь по-хорошему, получается, как всегда. Такое своеобразное предупреждение информации об этом, что об этом тоже стоит задуматься, прежде чем что-то делать. Вернее, вообще вставать на эту стезю. Не, ну, просто надо быть готовым к тому, что индустрия очень динамичная, если ты не учишься, не развиваешься постоянно, каждый день, то ты, да, ты можешь стать, то есть высокоскоростной сканер может тебя заменить. Это да, это факт. На самом деле, это даже не столько индустрия, это вообще, на мой взгляд, что это тренд нашего мирового общества, вообще всего человечества. То есть, без обучения каждый день ты очень быстро оказываешься на обучении жизни. Причем, вне зависимости от того, в какой ты области находишься. Просто в IT, по-моему, учиться надо очень много и очень часто. Ну, вернее, очень большим количеством вещам. Всегда, на самом деле. Это просто непрерывный процесс. Это дается сразу с должностью. Ну, должно, по крайней мере. Да. Скилл учиться и скилл управлять. И один друг друга дополняет. Ребята, давайте 15 минут выбираем какую-нибудь одну тему завершающую, потому что уже подкаст довольно долго длится, чтобы не утомлять и не утомляться. Да. Давайте я, на самом деле, хочу немножечко рассказать еще о том, как взаимодействуют инженеры с проинженерной должности. Достаточно много рассказов, но я мало где слышал именно про управленческие должности в IT. Во-первых, хочу сказать о том, что нужно понимать, что когда ты переходишь в должность менеджера с должности инженера, тебе реально нужно очень частенько ломать себя, потому что очень часто бывает тот факт, что тебе нельзя смотреть на инфраструктуру с точки зрения айтишника, а нужно смотреть с точки зрения управленца. И у нас по этому поводу смехом такая уже, не знаю, как традиция в конторе происходит. когда я пришел в эту компанию, у меня была не то, что идея фикс, а такая светлая мысль объединить все наши магазины в единую сеть. Построить VPN-чики, там все красиво, все шикарно, как сетевика, я просто бредил этой вещью. Я ее там активно бегал, знаете, как списанная торба рассказывал, о, это будет очень круто, это будет очень круто. Потом у нас поменялся IT-директор. У него была примерно такая же мысль, вот, в итоге все это потихонечку росло, туда-сюда, пришел к нам, я вырос с должности и взял себе сетевого инженера. И он пришел мне с точки абсолютно этой же мысли о том, что давай мы как бы всю сетку объединим, прикольно, управлять было удобно, туда-сюда. А что я ему сказал, что как бы, не, мы не будем объединять, ровно потому, что для нас невыгодно. Нам, у нас нет тех задач, которые позволят нам окупить закупку такого большого количества оборудования и вот это все внедрить. Я знаю, что это прикольно, это там, очень интересно нам это, но, во-первых, мы сразу влетим в растраты на поддержку этой штуки, нам нужно будет набирать гораздо более профессиональных людей в местности, а где-нибудь там, в какую-то, ближе к серо-кавказскому округу, это вообще, если человек отличает мышкой от клавиатуры, это вообще уже мега-гуру админ считается. В определенный момент я понял, что это грустно. Ты теряешь вот этот вот задор, вернее, тебе нужно сквозь вот этот мальчишеский задор внедрения новых технологий забить вот этот задор логичностью и банальными цифириками по стоимости того, чего, где, куда и сколько стоит будет внедрять. Это на самом деле грустно, и если вы не хотите этого менять, то лучше идти куда-нибудь в интеграторы. Вот это там поле угодно на всю оставшуюся жизнь, что называется. Второй нюанс это то, что когда ты переходишь на управленческую должность в IT, тебе нужно начать учиться считать. Причем считать, ну, мы эту тему уже достаточно часто поднимали в течение всего нашего подкаста, считать расход-приход, понимать, что выгодно, что нет, зачем ты это покупаешь и что тебе это даст. И уметь анализировать все свои вот эти предложения в разрезе бизнес-целей. Вообще, в принципе, да, как любая компания, это совокупность людей, которые заточены на то, чтобы заработать денег. Там все эти идеи о том, что там миссия компании, ла-ла-ла, это все чудесно, до тех пор, пока это не сталкивается с суровой праздной жизни. В России это, на мой взгляд, особенно сильно выражено, потому что у нас есть свои, во-первых, национальные особенности, во-вторых, непрекращающиеся кризисные ситуации. Все упирается банально в деньги. Идея красивая, да, отлично, сколько стоит, столько-то, нет, до свидания, мы сможем заработать столько-то, а сколько мы должны вложить, столько-то, нет, невыгодно, мы на этом прогорим. Это тоже очень достаточно тяжело дается, особенно поначалу, особенно тогда, когда ты об этом не задумываешься, когда туда идешь. Ну, вообще, получается, туда попадаешь. В-третьих, нужно понимать, что бизнесу, по большому счету, абсолютно фиолетово, как называются твои сервера, как называются технологии, которыми ты пользуешься. Им интересен результат. Результат и стабильность, надежность сервисов. потому что человек, который приходит на работу, он хочет знать, что с утра он сможет налить тебе из чайника свой кофеек, открыть браузер, посмотреть своих котиков, если ему разрешено корпоративной политикой, и дальше углубиться в свой процесс, которым он занимается. Он абсолютно фиолетово. То, как называется их браузер, то, как называется их операционная система, то, как все это работает, для них это магия. Абсолютно. Люди, им реально неинтересно это. Да, и чем раньше вы это поймете, тем быстрее у вас придет успех. Это действительно так. Да, то есть, как бы, мы не боги, мы не уборщицы, как очень любят начинающие плакаться. Мы абсолютно нормальный наемный персонал, который работает за денежку. Да, у нас реально IT сейчас практически в любой компании это один из достаточно мощных факторов, позволяющий компании выплыть за счет какой-то оптимизации, оптимизации, за счет возможности расчетов каких-то там рисков и прочее. Но, поверьте, любая компания всегда представляет себя как человека. Человек не сможет выжить, например, без печени, или не может выжить без желудка, не может выжить без сердца. То же самое и с отделами. То есть, есть бухгалтерия, которая считает нам зарплату, есть отдел кадров, которые там оформляет наши отпуска и прочее. Исключи любой отдел, контора развалится, она не сможет сдать отчетность, ты не сможешь уйти в отпуск, женщины не смогут уйти в декрет, все, все станет. То же самое с IT. То есть, если исчезнет из IT, то контора с вероятностью процентов 99 тоже развалится, потому что она будет неконкурентоспособна. Банально, для того, чтобы там, я не представляю себя сейчас налоговый, который примет рукописный отчет, честно. Я сейчас с трудом уже представляю налоговые, которые вообще какой-то отчет в бумажках принимают. Уже, по-моему, там настолько они все эти электронные обороты внедряют, что, по-моему, скоро вообще налоговый по большей части для вопросов оставит. Поэтому это нужно понимать, когда идешь в... Это, на самом деле, в меньшей степени выражено в компаниях, для которых IT является бизнес, деньги-приносящий сущность. В компаниях, которые продают какой-то программный продукт и еще что-то. То есть, IT-отдел все равно становится ведущим. Если брать теории всяких разных экономистов, то IT-отдел превращается из отдела из центра убытка в центр дохода. И вот, если вы хотите совмещать свою IT-шную жилку и тешить свой ЧСВ о том, что вы причастны очень сильно к бизнесу, то тогда вам лучше стоит выбрать направление, именно, то есть, которое занимается IT. Интеграторы, провайдеры, сервис-провайдеры, СОДы, может быть, даже вообще уйти в программисты. Это не плохо, это не хорошо, это просто альтернатива и варианты жизни. Каждый, чего хочет, то и для себя выбирает. И еще главная вещь, которая, наверное, относится в принципе к любому человеку, никогда не занимайтесь IT, потому что это модно. Никогда не идите ни на какую работу, потому что это престижно. Если вам будет скучно на работе, вы будете несчастный человек. Несчастный человек – это самое страшное, что может быть, потому что он будет делать несчастных всех вокруг. Я, например, считаю себя офигенно удачливым чуваком, потому что я обожаю IT, я занимаюсь им уже лет 20. И до сих пор я с горячими глазами читаю какие-то новости о том, что выходят какие-то новые фичи. И когда мы что-то внедряем, для меня это просто такой внутренний праздник, и я очень радуюсь. Надеюсь, что я этого чувства не потеряю и продолжу свой жизненный путь. Менеджерская стезя не убьет во мне этот детский айтишный задом. В связи с тем, чтобы мы долго не вылезали из времени подкаста, давайте что-нибудь хоть 5 минут обсудим наконец. А то опять же монолог монологу. На самом деле я с моей точки зрения полностью согласен с твоей точкой зрения, с твоим подходом, потому что я тоже все это прошел, все это понимаю, и советую людям, которые нас слушают и стоят на перепути, воспринять как истину, это действительно все так происходит, что бизнесу совершенно не интересны все эти наши умные слова, бизнесу нужен работающий интернет, приходящая почта, и если вас интересует уход из администрирования в административную стезю, поймите это, если же вы хотите стать узким специалистом в определенном направлении, работайте в эту сторону, как бы не идите работать в Макдональдс, кричать свободная касса, а найдите например или профильную фирму, или фирму, где необходимо знание по интересному вам направлению и развивайтесь, никаких чудес не будет, никто вас ничему не научит, теоретические знания здесь никому не нужны. Они понадобятся вам, когда начнете трэблшутить, вот там теоретические знания в полную разную но для того, чтобы начать трэблшутить, сначала надо научиться фокапить. Да, без этого никак. На самом деле есть еще один момент, который хотел бы отметить, что никогда не бойтесь неудач, потому что реально косячить могут все, и всегда в голове продумывайте, что вы будете делать, когда вы накосячите. Примерно у меня там уже не одно внедрение, и, конечно, грешен, были провальные внедрения, и хорошие внедрения. Всегда, когда вы что-то планируете, думайте об одной простой вещи, чего вы будете, когда все сломается. Вот я перевожу сетку на новую подсеть. Что мне нужно сделать для того, чтобы все вернуть обратно и там в короткие сроки. То есть никогда не забывайте о том, что мы люди, мы можем где-то ошибаться абсолютно, и все может упасть. План Б. Мы говорили об этом в самом начале план Б. Ну, в общем, наверное, там, сколько, мы уже переговорили, да, наверное? Здесь около двух с половиной часов. Господи, два часа налога, почти как лекцию отвел. Вспоминая молодость и преподавательскую деятельность. Это звучит как легкий укор. Не, ну, почему? На самом деле я рад, что, во-первых, у меня хватило все-таки еще, я не забыл преподавательские навыки, которые у меня все-таки были. Я просто полтора года преподавал IT в институте в своем, в котором учился. И, во-вторых, все-таки я рассказывал не такие конченые вещи, чтобы вы начинали спать. Ну, я надеюсь, храпа вроде не слышал, значит, наверное, не спали. Мы отключали микрофон. И было хотя бы хоть чуть-чуть интересно. И вы что там, может быть, новое узнали. В чате у нас просят рассказать про закупки, но я думаю, это довольно большая тема, чтобы сейчас начинать. Может быть, если будут конкретные вопросы, они смогут задать тебе их по почте? Да, без проблем, абсолютно. Если там, как бы, не знаю, если когда-нибудь соберетесь, можно будет просто продолжить рассказы об интерпрайзе, про какие-то там конкретные темы, просто углубимся куда-то и все. Ну, если будет интересно. Я не против, мне понравилось. Ну, на самом деле, это было довольно живое обсуждение по сравнению с некоторыми другими выпусками. Плюс чат живой. Мы всегда можем поговорить между собой, а гостя послушать гораздо интереснее. Ну, да. Хотя, не знаю. Да, в общем, наверное, да. Поэтому приглашайте, я с удовольствием еще что-нибудь расскажу. В общем-то, благо, опыт есть. Постоянно что-то опять происходит, какие-то внедрения, что-то, может быть, интересно расскажу. На военваре же пригласили выступить. Выступил, ничего, народ за зал веселился, имел успех. Я хотя при условии, что я еще, простите за мой французский, подобосрал военваре в прямом эфире на их же выступлении. Они сказали, что у меня офигенное выступление и там как бы типа о, молодец чувак. Вот. Ну, я просто не смог не пройтись по паре фичек. Ну, в общем, да. Здоровая критика. Ну, да. Я думаю, пришло время благодарностей от лица команды LinkMeUp, от меня лично за твое участие в подкасте. Было интересно. Я так понял, много тем не раскрыто, даже в числе из тех, которые были анонсированы. Ну, немного, но одна была точно. Хотелось бы подольше, чтобы поговорить. К сожалению, время подкаста поджимает, поэтому еще раз спасибо тебе и встретиться с тобой в другом подкасте. Ну, приглашайте, с удовольствием приду. И вам, на самом деле, еще тоже отдельно хочу сказать спасибо, ребята, за то, что вы, в принципе, существуете. Я в свое время слушаю вас, наверное, со второго, я увидел вас, по-моему, со второго или с первого вашего подкаста. И вот с тех пор регулярно для меня радостный момент. Вышел вас подкаст, быстренько скачиваю, быстренько слушаю, наслаждаюсь. То есть вам отдельно от меня респект за то, что, во-первых, делаете, в принципе, этот проект на абсолютно тратить свое время. И, ну, еще отдельно такое спасибо, что пригласили и дали приобщиться к такой вот достаточно интересной теме. Как-то так. Как в прошлый раз в этот момент должен появиться Саша и принять эти благодарности. А вот не буду. Я в таких случаях всегда очень люблю цитировать товарища Крылова. За что же не боясь греха кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Приятно было слышать. У нас есть постоянный слушатель. Ну, и на этом мы завершаем 36-й выпуск подкаста. Напоминаю, что тема была Enterprise. Саму запись выпуска мы выложим традиционно 25-го числа. Это будет уже после нашего мужского праздника. Ждем поздравления от девушек. Собственно, контакты. Связаться с нами можно через комментарии на сайте linkmap.ru или группу vk.com slash linkmap. Теперь наши подкасты есть в iTunes. Без проблем качайте, оценивайте. Все выпуски файлов лежат на Яндекс.Диске в Btsync. И помните про наш проект ccii.linkmap.ru. Осталось 22 дня. Всем спасибо. Всем пока. До свидания. До свидания.